Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, я тоже очень рад, приветствую всем нашим зрителям. Когда Шойгу отчитывается взять и просто стерт, если со земли уже Маринки, когда он говорит о том, что планы украинского наступления сорват, и говорит это в 865 раз просто к ряду, он врет себе, Путину, россиянам, это таким образом они пытаются как-то поднять дух своих мобилизованных или думают, что у них действительно все готово, и есть ли у них на самом деле четкие планы и осознание того, что делать на год следующий? Ну, это, конечно, шаманизм, опять же, да, потому что это такое самоубеждение, самовнушение и самим себе, и тем людям, которые в окопах. Ну, людям в окопах достаточно трудно внушить, потому что они-то знают, как к ним прилетает, они знают, в каких условиях они в жутких совершенно воюют. Но это вот для тех, кто находится в тылу, для тех, кто надеется на Путина и для самого Путина. Дальше, есть ли у них какие-то реальные планы и как они их строят? Я думаю, что они все-таки надеются на то, что Запад просто устанет от этого дела, от поддержки Украины. Они надеются, что в Украине народ устанет, и что в Украине начнется бавовная и зрада внутри, и вот всякие поощряют, поэтому всякие истории типа Арестовича, который призывает теперь, я не знаю, с Путиным выходить на переговоры и заключать с ним союз с кем-то против условного, я не знаю, Запада или кого-то еще. То есть они, конечно, надеются на это, они надеются, Путин в этом смысле ничем не отличается от себя самого в течение 25 прошлых лет, потому что он всегда надеялся, что все рассосется само собой. И вы знаете, самое неприятное то, что в большинстве случаев у него рассасывалось это, потому что, да, конечно, Запад был беззубый, Запад ему позволил сделать то, что он сделал в 2008 году в Грузии, потом позволил, вернее, даже не позволил. Вот Путин, почему получилось так, что Путин вдруг стал каким-то значимым человеком в Сирии? Да потому что просто Обама беззубый взял и ушел из Сирии. Несмотря на то, что он сказал, что вот есть красная линия, и что если сирийский диктатор применит химическое оружие, то Америка его очень сильно накажет. И вместо того, чтобы разбомбить просто этого сирийского диктатора, просто по-серьезному взять и разбомбить весь Дамаск, они ушли просто оттуда, Обама убежал оттуда, а когда англичане и французы остались без американцев, они сказали тоже, ну, чего нам оставаться одним, и тоже оттуда ушли. И таким образом Путин, опять же, стал каким-то там чуть ли не главным человеком на сирийском театре военных действий. То есть вот так это получается. И поэтому Путин, конечно, надеется, что все рассосется, конечно, надеется, что его огромный военный бюджет сработает, что они все-таки начнут что-то там клепать больше беспилотников, больше танков, больше орудий, покупать где-то у иранцев. Вот видите, на этом самом евразийском так называемом форуме в Санкт-Петербурге с бывшими членами СНГ он очень сильно надувал щеки и говорил, вот вы знаете, нам же ведь удалось подписать супер договоренность с Ираном, аж вот с Ираном теперь у нас бестаможенная торговля и так далее. Ну, важнее, конечно, экономической державы в мире он не нашел. Ну, что-нибудь же надо продавать и этим людям, и, самое главное, внутри Российской Федерации. Хотя, с другой стороны, если люди смотрели видео, репортажи из Санкт-Петербурга, им достаточно посмотреть на лицо Такаева и Пашиняна. И они все поймут, как по-настоящему все это дело оценивается, и как по-настоящему там все проходило. Еще кажется, Сергей, что все попытки Путина рассчитывать на то, что Запад устанет или Запад будет готовить на какие-то переговоры, вот эти публикации, проплаченных им годами, как, по крайней мере, говорят эксперты, журналисты из New York Times, что Путин мог посылать сигналы о переговорах, то, что мы все обсуждали последние дни, они, наверное, просто тщетны, по всей видимости, потому что Запад не намерен свою помощь сбавлять, свои обороты. А Запад еще не то, что понимает все риски от Путина, и умеет хорошо считать, осознавая, что сэкономят сейчас, так сказать, не дожмут, не додавят, не добавят нам денег, так потом придется в разы больше платить, и учитывают они и риски, и деньги считают. Или, может, я ошибаюсь? Как мне хотелось бы поддержать вас в этом посыле, таком очень розовом. Увы, мне кажется, что это, на самом деле, к сожалению, не так, потому что, конечно, Запад, то есть, в смысле, те люди, которые стоят во главе западных стран, они все это понимают, да, потому что, вот я вам напомню, когда Макрон выступал у нас по телевизору, он первый все сказал, он сказал, что Франция никогда не откажется от поддержки Украины, в том числе, и это очень важно, кстати, это практически было такое первый раз, он сказал, что Франция не откажется даже в том случае, если Соединенные Штаты Америки решат отказаться от помощи Украине. Это была чрезвычайно важная вещь, к сожалению, ее мало кто ретранслировал, потому что Макрон очень часто произносит всякие какие-то и вашим, и нашим заявления, но вот это заявление начиналось с этого. А дальше он сказал, что мы там, Путина, можно даже пригласить в следующем году на празднование 80-летия высадки в Нормандии союзников, но, правда, тут же оговорился, если у Путина будет с чем к нам прийти, если будет прогресс, если там он откажется и так далее. Но самое главное, с чего Макрон начал, он сказал, что Франции не откажутся. Но вот эти все статьи, на самом деле, они не на тех политиков, которые сейчас вас поддерживают и которые сейчас стоят за Украиной. Они, в общем, больше всего, конечно, адресованы общественному мнению. Общественное мнение устает, конечно, от любой войны. Война путинская уже почти два года, скоро будет два года. Плюс еще добавилась война теперь в Израиле. И вот когда люди постоянно читают это по газетах, в журналах, или смотрят по телевизору, или слушают по радио, то, в общем, все-таки такая усталость от такого конфликта, от таких плохих новостей, на самом деле, конечно, приходит. И вот здесь, увы, эти путинские нарративы, к сожалению, на общественное мнение работают. Да, конечно, мы там со своей стороны, вот каждый в своей стране, я там во Франции, это там, где мне приходится выступать. Я постоянно пытаюсь говорить, там, мои коллеги, которые тоже говорят. Но, кстати, у нас на очень многих средствах массовой информации теперь гораздо меньше говорят об Украине. Она практически ушла с повестки дня большинства новостных каналов только. То есть у нас там один канал практически еще вспоминает про Украину довольно широко, и еще один немножко. А все остальные, в общем, говорят уже больше о наших внутренних проблемах, о западных проблемах, там, о внутренней повестке. У нас есть свои, много своих проблем. У американцев там действительно сейчас на юге Соединенных Штатов Америки к ним идет семь с половиной тысяч мигрантов, и неизвестно, что там будет происходить. Ринус, они, значит, стену, и попытаются ли они прорваться в Соединенные Штаты Америки, или не попытаются. То есть на самом деле ситуация не такая простая, и вот здесь эти нарративы путинские могут сработать на широкое общественное мнение. Но, но, мы видим попадание и уничтожение флота Черноморского Российской Федерации, о чем не единожды мы говорили, наши западные партнеры, что это показатель того, что украинское контрнаступление, оно нигде не стопорилось. В очередной раз это говорит и министр обороны Великобритании, говорит, что тем, кто думает, что что-то идет не по плану, вот вам, пожалуйста, очередной пример. 20% флота РФ уничтожено. Ну и не только лишь это, конечно, наши успехи. Да, одно перемалывание живой силы Российской Федерации в таких объемах тоже говорит о том, что это неплохой бонус для того же Запада, ведь сдерживаем мы их в таком объеме и просто сейчас. А это все может как-то вселить новое дыхание и новую мотивацию в мысли тех, кто утомился, устал или в чем-то сомневается? Да, конечно. Это надо, кстати, напоминать. И по этому поводу, да, вот вы очень правильно задали эту повестку, потому что очень многие люди говорят, ну вот 23-й год был такой провальный год. Какой он провальный год? Почему? Кто решил, что провальный год? Вспомните, с чем Украина выходила к январю 23-го года и с чем она выходит к январю 24-го года. Украина, возможно, потеряла какие-то маленькие кусочки где-то там на севере фронта, но одновременно она отыграла другие куски и, в принципе, она все равно выходит с позитивным выводом. У нас другое дело и, естественно, нужно напомнить, что Украина практически доминирует теперь в своей части Черного моря. И Российская Федерация вынуждена была отвезти свой флот за Новороссийск, за Туапсе и так далее. Украина вернулась, кстати, к международной торговлю через Черное море без всякой Турции, без всякой организации объединенных наций и перевезла несколько миллионов тонн всякой продукции, в том числе и зерна, и металлов, и чего только не перевезла. То есть в этом смысле, конечно, этот год нельзя назвать провальным абсолютно. Другое дело, что по поводу украинского контрнаступления просто ожидание было завышенное. То есть ожидание было после сентября прошлого года, когда Украина буквально за несколько дней отвоевала огромные куски в Харьковской области и в Херсоне. И ожидалось, что вот в следующем году будет подобная вещь. И Украина выйдет на Азовское море, выйдет через Мелитополь к Азовскому морю, перережет сухопутный коридор, возможно, даже продвинется к Крыму и так далее. Но эти ожидания были завышенные. Но это не означает, что в Украине все произошло очень плохо. И вы правильно говорите, что на самом деле вот даже сейчас, когда Украина заняла позиционную оборону на фронте, это означает, что она каждый день перемалывает чуть не по тысяче человек российских военных. А что такое тысяча человек? Значит, рота – это 200 человек. Значит, батальон такой нормальный – это 400 человек. Значит, два с половиной батальона каждый день уничтожается россиян. Это значит, раз в два дня вы уничтожаете полк. Вы уничтожаете целый полк россиян раз в два дня. И если это умножить на все выкладки, по крайней мере, за последние 3-4 месяца, то сколько дивизий вы уже перемололи российские? Проблема заключается в том, что для Путина это не является никакой красной линией. То есть вот вспомните, когда мы говорили о наступлении, о войне в 1922 году, то где-то к апрелю месяцу россияне потеряли 15 тысяч человек. И 15 тысяч человек сравнивали с афганской войной и говорили, что за 10 лет афганской войны Советский Союз потерял 15 тысяч, и в результате Советский Союз разрушился чуть ли просто не из-за того, что он проиграл эту самую афганскую войну. И считали, что возможно для россиян это будет ужасным совершенно ударом. Теперь, по вашим данным, уже чуть ли не 350 тысяч только одними убитыми. Плюс, значит, надо, может, как минимум на 2, то есть там еще 700 тысяч ранеными. А для России получается, что как будто бы все равно им. И для Путина совершенно все равно. То есть ему совершенно без разницы, сколько потерять россиян в этой войне. Да, конечно, одновременно ему приходится говорить теперь уже про аборты. Ему теперь приходится говорить, что женщины российские должны рожать по 7 детей. Потому что он, очевидно, хочет вести эту войну 20 лет. Потому что дети, которые родились сегодня, они не станут военными раньше, чем через 18-19 лет. Но, тем не менее, все-таки мне кажется, что все равно российское общество потихонечку тоже понимает, что там происходит. И мы это видим по женам этих самых военных, мобилизованных, вдовам практически при живых мужьях. Мы видим по проблемам экономическим, которые есть в Российской Федерации. И надеемся, что рано или поздно в Российской Федерации что-то вдруг взорвется. И это может взорваться, потому что эти яйца, которые мы обсуждали с вами уже 10 раз, плюс это предвыборные кампании, которые обычно... Мы понимаем, что никаких выборов нет. Мы понимаем, что там будут подделки. Но, может быть, вот на 25-м году правления Путина эти подделки, может быть, кому-то все-таки надоедят. И вдруг где-нибудь что-нибудь и бабахнет. Народная забава есть такая в Российской Федерации. Они убивают, потом воскрешают, хоронят, ищут, разыскивают, арестовывают, опять убивают. И так по кругу разных наших командующих. Ну, вот так любят, мне кажется, они. Это вошло у них в тенденцию. Они успели после того, как оживили и несколько раз похоронили Буданова арестовать, значит, заочно. Так вот, теперь МВД России объявила федеральный розыск командующего воздушными силами Украины Николая Алищука. Я так понимаю, это, наверное, какая-то ответочка за то, что сообщил очень радостно Алищук, что раз, и флота Российской Федерации все меньше, когда был уничтожен десантный кораблик «Новочеркасский». Вот они так, такой удар возмездия, по всей видимости, да. На что это вообще рассчитано? Можете мне помочь понять? Ну, рассчитано это на «К», конечно. И на формальность юридического. На самом деле, вы знаете, это очень хорошая новость, то, что они так отреагировали. Парадоксально, конечно, да, потому что, ну, во-первых, это, конечно, смешно, потому что человека в розыск они объявили там в России. Понятно, что никакой командующий военно-воздушными силами Украины никогда в Россию не поедет, не очутится там. И, соответственно, не сможет быть остановлен какими-то российскими спецслужбами или российскими правоохранительными органами. Ну, это такая вот игра, потому что они точно так же, кстати, объявляли в розыск судей Международного уголовного суда, которые объявили Путину, значит, его ордер на арест и так далее и тому подобное. Вот. Но самое главное, почему это положительная новость? То есть это фактически Российская Федерация подтвердила результативность удара украинскими вооруженными силами, воздушными, прежде всего. То есть мы понимаем, что это на самом деле был удар, скорее всего, крылатыми ракетами, запущенными с каких-то летательных аппаратов в сторону, значит, российского флота. И на самом деле они таким образом подтвердили, что ничего они не сбили. Да, вот они потому что говорили, что они вроде бы сбили там у вас два бомбардировщика, но на самом деле ничего они не сбили, поэтому вот объявили командующего. Вы знаете, это похоже вообще-то на какой-то шаманизм. Значит, Путин, поскольку он очень любит там Шойгу баловаться с шаманами, у него такое впечатление, что вот если они объявят каких-то украинских руководителей военных в розыск, то вот где-то там что-то изменится в этих самых, в астральном цикле. И не дай бог, значит, вернее, дай бог им повезет в каких-то будущих военных операциях. Так что, вы понимаете, это отличная новость, это прекрасно. Засчитываем ее в блок позитивных суммарно информаций. И, кстати, раз уж о шаманах Путина и Шойгу вы вспомнили, они тоже друг о друге в связи с этим вспомнили. Шойгу, с одной стороны, на очередном собрании Минобороны сказал, я разрушил полностью план украинского контрнаступления, задачи справился, меня Путин хвалил. А с другой, пришлось ему прийти к Путину, сказал об этом, по крайней мере, Песков, и отчитаться. Сказать, что мы опять облажались о потере четвертого большого десантного корабля Черноморского флота. Он, я подозреваю, не сказал ему, что разлетелся он в требезге и остался один скелетик от него. Наверное, сказал, мы поремонтируем. Да и то, что экипаж там вряд ли выжил, потому что после такого шанса стремятся к нулю, говорит спикер наших воздушных сил Юрий Игнат, вообще, чтобы что-то осталось. А как вот это такое происходит, когда надо идти и говорить, ну, такие очень неприятные для Путина новости? Он говорит правду там или все-таки скрывает и на что тогда рассчитывает? Или на самом деле Путин все знает, просто потом выходит на дурачка и играет? Да черт его знает. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вот они и здесь тоже занимаются шаманизмом. То есть Путин, Шойгу, вот нам показали, правда, его в военном мундире, когда он там Путину что-то там отчитывался перед этим телом. А я не исключаю, что он в шаманской одежде заходит к Путину, и Путин там сидит голый. Вот, кстати, мы вспомнили про эту самую голую вечеринку. У них, скорее всего, доклад, на самом деле, к верховному главу командующему проходит примерно так же, как была эта голая вечеринка в частном клубе. И, кстати, зато этих людей на них и набросились, на всех этих представителей, так сказать, российского бомонда, за то, что они не прогрессили Путина и Шойгу, потому что это главные экзибиционисты, это главные люди, которые очень любят, значит, раздеваться, очень любят показывать свои голые торсы, оттуда, как же без них обошлись, значит, на этой суперсексуальной вечеринке. Вот, так что, в общем, ну, понятно, вы знаете, даже комментировать здесь нечего. Ну, как ходят? Наверное, Путину не докладывают. У меня такое впечатление, что реальные, когда есть поражения, то Путина не несут эту папочку, потому что знают же, что в интернет он не ходит, то есть ему никто не решится рассказать то, что ему не нравится. Все знают, что человек, который принесет ему плохую новость, будет подвергнут какому-то там, я не знаю, разгрому, возможно, чего-то там лишится, поэтому все ходят и делают вид, что все замечательно, все хорошо. Значит, ему рассказали, что вот Маринку, значит, отбили российские войска и на этом сконцентрировались. И, может быть, где-нибудь потом скажут, да, у нас там какой-то старый корабль, ну, и вот там это самое, значит, вроде там что-то с ним произошло, но это, типа, невелика потеря. Вот, то есть мне кажется, что вот так, что просто Путину никто не решается никогда докладывать плохие новости. Насколько вот такое эффективное отбитие с самим кораблем прилета наших ракет показывает эффективность работы наших спецслужб, потому что понимаем, что это комплексная такая спецоперация была не иначе. И насколько демонстрирует дырявость работы российских спецслужбистов, да, и российской ПВО, ну, об этом и так понятно. Ну, во-первых, я даже не знаю, что такое ПВО российское, да, потому что они уже это доказали 3 мая, когда по Кремлю ударило два дрона, и никакой ПВО не сработало ни московское, ни кремлевское, ни подмосковное, ни ПВО страны. И Путин, кстати, никого не снял, да, и, так сказать, то, что у россиян ПВО совершенно не работает, это доказано уже всем ходом двухлетним этой войны, потому что мы помним аэродромы Энгельс, мы помним вот сейчас, когда были удары еще по аэродрому в Крыму, и где россияне потеряли несколько сушек, так что в этом смысле ничего нового здесь, опять же, нету. Это, в общем, все нормально. Ну, правда, к сожалению, там где-то там, где это нужно, они чуть-чуть усилили ПВО, и ПВО работает, на самом деле, вот на фронте. На фронте такая боевая фронтовая ПВО довольно эффективно все-таки работает, к сожалению. Вот, а в остальных местах, там, где нет больших скучностей вооруженного состава и там вооружений, там ПВО просто никакой нету. И спецслужбы, наверное, тоже. Вот они успевают арестовывать заочно и сажать наших командующих и разведку, а о том, что просачиваются информации о дислокации, о локациях, о размещении их сил и средств и техники людей, я так понимаю, это не сильно кого-то беспокоит. Нет, это их сильно беспокоит, они пытаются с этим бороться, но с этим бороться сейчас очень сложно, потому что они забыли, что мы живем в третьем тысячелетии. Потому что ведь как это происходит? Это ведь люди, на самом деле, не специальные, не какие-то там шпионы, которые реально там работают на Украину и которые пытаются чем-то там вам помочь. Да нет, они просто все подписаны на ВКонтакте, подписаны на одноклассников, и, соответственно, значит, они выкладывают свои там фотографии дурацкие, там семейные какие-то со службы. И в Украине спецслужбы очень эффективно работают со сетями. Этому научили, кстати, всех работать Беллингкет еще после 2018 года, после покушения на Скрипалей, потому что тогда Беллингкет показал, что всего какие-то три безработных и два пенсионера западные могут порыться в базах данных российских и найти, значит, все данные на двух суперагентов, суперубийц российского ГРУ со всеми их номерами паспортов, номерами машин, адресами, номерами воинских частей и так далее. То есть, на самом деле, это сейчас довольно эффективно все делается, ну вот, и украинские воины это используют, и украинские спецслужбы используют эти дела. Правда, это работает и в другую сторону, и поэтому ваше военное командование и ваше политическое командование призывало, кстати, регулярно людей не постить в соцсетях фотографии, когда какие-то были прилеты, потому что даже если никуда не попали, вот уже сказать, что вот не попали, это уже, значит, скорректировать их огонь, в следующий раз попадут. В этом смысле мы живем все-таки в третьем тысячелетии, и эта война этим сложна, кстати. Вот на фронте даже ваши специалисты военные говорят, что эта война отличается от того, что все-всех видят, все друг друга видят, потому что у всех есть беспилотники, и украинские войска видят, что происходит у россиян, а россияне видят, что происходит у украинцев. Избирательные участки, в кавычках, для выборов Путина оборудуют даже в автобусах, сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. А что не в уборных уже, Сергей? Ну, игрушки, ну, игрушки такие. Им же надо, понятно, что, вот какая штука, им нужно играться в то, что Путин все-таки доказывает, что он является легитимным правителем. Если они просто организуют стандартные выборы, то есть люди приходят на избирательные участки, то тогда люди увидят, что на самом деле практически никто туда не идет. То есть участки пустые, а затем будут говорить, что явка там составляет 80% или 90%. И поэтому на самом деле как раз все заключается в том, чтобы сделать как можно больше разных мест, где люди могут формально что-то там проголосовать. Электронное голосование с одной стороны, с другой стороны, значит, стандартные избирательные участки. Какие-то участки там, я не знаю, на вокзалах, кто-то еще где-то. И поэтому, чтобы сказать, что каждый из людей, которые видят, допустим, там избирательный участок, почему там нет достаточной явки? Да просто потому, что они скажут, что вот там кто-то проголосовал в автобусе, кто-то на вокзале, кто-то по электронному голосованию. Поэтому на самом деле явка составила 90%, но вот вы не видели, потому что мы теперь типа в третьем тысячелетии, потому что есть разные формы голосования. Вот поэтому они все это и стараются делать. Чем больше мест, которые разбиты для этого электората, чтобы они не собирались в одном едином месте, тем это лучше для фальсификации выборов. Как вы думаете, Сергей, готовит ли Путин судьбу Пригошина, например, Дунцова, если такие его так называемые конкуренты, но тем не менее будут идти дальше и будут все-таки пытаться на какие-то протестные пойти шаги и методы и меры или все-таки говорить о том, что вот это все нелегитимно, нас не регистрируют, а мы могли бы на вообще антивоенные такие позывы и их представителей, будет ли он реагировать еще большими репрессиями? Как далеко готов зайти? Не знаем. Мы не знаем, как это далеко. На самом деле, конечно, я так думаю, что с Дунцовой все закончится рассмотрением в Верховном суде. Верховный суд скажет, что Центральная избирательная комиссия сделала все правильно и все отфутболит ее. И Дунцова, на самом деле, ведь не революционерка. То есть она, конечно, как выясняется, очень смелая женщина, потому что, да, несмотря на то, что ее средства массовой информации это было такое про государственное, и с Крымом нашим, и с чего только не было. То есть, на самом деле, все подняли, уже проведены всякие исследования, и все подняли и говорили, что она довольно много всего говорила в рамках обыкновенного, так сказать, стандартной защиты государственной власти и так далее. Но, тем не менее, то, что она устроила, и на самом деле, те простые слова, которые она сказала, что против войны, против убийства, ненужная война и так далее, это, в принципе, ну, такой, в общем, героизм такой, повседневный героизм. Это, конечно, там не Александр Матросов, который бросился на амбразуру и закрыл своей грудью фашистский пулемет, но, тем не менее, в условиях государственной машины, которая подминает под себя всех и каждого, в общем, просто выйти и сказать простые, обычные, нормальные слова, это, в общем, уже такой повседневный героизм. Но я думаю, что дальше Верховного суда не дойдет, и дальше, в принципе, конечно, ее просто, я не думаю, что ее будут там куда-то там убивать, сажать в тюрьму, просто ее откажут ей в регистрации, и дальше просто у нее исчерпаются возможности, так сказать, естественной борьбы внутри государственной системы, значит, путинской условной демократии какой-то. это все на бумажке. Но на самом деле мы же не знаем, как все это пойдет в жизнь, потому что в жизни бывают вещи, которые совершенно непредсказуемые. И вот человек сидит, сидит, сидит там 20 лет, и считается, что он вообще может править до конца, до скончания века, и совершенно гарантированно обеспечивает безопасность по всей стране. И вдруг бабах в 89-й год читал Чаушеску огромный митинг, где, по идее, начали их поддерживать, а потом слиснул один человек, слиснул другой человек, и через три дня их расстреляли у первой попавшейся стены. Вот так это бывает. Или там тот же самый Каддафи какой-нибудь, который тоже оказался вдруг где-то там на дороге со своими золотыми пистолетами, у него отобрали эти пистолеты, зашли ему черенок лопаты и зашли камнями. Вот так это бывает. И это вещь абсолютно непредсказуемая. Будем смотреть. Сергей, спасибо. Будем смотреть и анализировать вместе с вами. Благодарю, что на это и на все остальное находите для нас время. До новых встреч. Спасибо. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Рады видеть. Да, Ирина, я также рад вас видеть. Наш главнокомандующий ВСУ Валерий Залужин говорит, что найдено решение почти 90% тех проблем, которые он описывал в статье для The Economist. В Великобритании говорит, что 20% флота Путина уничтожено. Это показывает как раз то, что нет никакого тупика в украинском наступлении, а идет бой за Черное море. Это тоже наша победа. Да, мы видим публикации в New York Times про какие-то сигналы как раз от Путина о готовности к разговору. Но, как оказывается, это пишут журналисты, которые, очевидно, не один год и спонсировали с Кремля. Поэтому, если посмотреть с другой стороны западных партнеров, там есть какая-то готовность? Как вы считаете? Я думаю, что нет. Я думаю, что Запад не будет сейчас идти на поводу Путина. Все-таки, они преодолеют свои разногласия. Они все-таки там сейчас смогут объединиться, скоординировать свои усилия. В 2024 году будет масштабная помощь в Украине, что будет вступать новое вооружение. Запад, в общем-то, хоть и привыкает к войне, Запад хоть и теряет остроту эмоционального восприятия этой войны. Он все-таки умом понимает, что даже если нет эмоций, эмоции очень важную роль играет в жизни человека, вообще и политика, и страны. Но вот раз, как бы так сказать, сейчас такой остроты эмоционального восприятия войны нет, они умом понимают, что ситуацию надо додавливать. Они понимают, что если будет проигрыш демократии, тиранией, то ситуация в мире будет такую, которую мы не видели много-много-много, может быть, уже десятилетия. Она будет взрывоопасной во многих местах. Я думаю, что вот это понимание будет подталкивать Запад к наказанию агрессора. Это единственный вероятный, это единственный правильный финал войны наказать агрессора. Вот я думаю, что 2024 год как раз и будет решающим, переломным. Я не побоюсь этого слова, я уже говорил это неоднократно в фильме. Это будет переломным в истории человечества. В судьбе человечества будет избран сценарий, план, путь, что же делать со всеми этими тираниями, как противостоять им. Или не будет. Вы понимаете, этот вопрос стоит настолько остро, и я думаю, что большая часть политиков все-таки понимает, что либо демократия показывает, что вот это преимущество свободы, прав человека, значит, сменяемые системы власти и так далее, настолько велико, что оно способно определять будущее человечества, либо тогда все это приобретает совершенно уродливую форму развития человечества через войны, через страдания, через возможные глобальные катастрофы. Еще неизвестно вышло это человечество при этих условиях, тем более мы с вами видим, что не за горами появление новой формы разума, мы называем искусственный интеллект. Да ни хрена подобно, никакой это не искусственный интеллект. Это создание новой, более серьезной формы разума. И вот каким будет этот разум, какие будут его моральные, нравственные устои, какое ему будет отношение к человеку, к человечеству, от этого зависит вообще выживание на планете. Я разговариваю с моим внуком, я говорю, а ты понимаешь, что тебе придется жить в одно время, когда полная возможность, что твою судьбу будет определять то, что мы сейчас создаем. А он говорит, а я это очень хорошо понимаю, вообще я думаю, что по законам биологии может быть и уничтожение человечества, по законам природы. Сильнейший выживает, так сказать. Мы же не уничтожили животный мир, мы стараемся его сохранить. Он говорит, ну, как картили, а если какой-то искусственный интеллект, обладая огромной возможностью и мощью, сойдет с ума, как сошел с ума Путин, что будет? Вот этот вопрос создается пока без ответа. То есть, человечество не так много времени, чтобы принять решительные меры для наведения порядка на планете, для серьезного отпора всем тираниям. И сейчас очень важное испытание человечества, а будет ли тиран Путин наказан, или он останется безнаказанным. Вот это ключевой момент, который определит на многие десятилетия ход развития истории человечества. Проект «Хочу жить» утверждает, что Украина снова идет на беспрецедентный шаг и готова теперь на регулярной основе публиковать списки российских военнослужащих, которых отказываются менять, цинично вычеркивая из списков на обмен и отказываются возвращать. А ведь это реальные люди, которых дома ждут их жены, дети и матери. Вот здесь опять жены, дети и матери уже не мобилизованных, а тех, кто в плену и кого не хочет кремлевский режим возвращать. А здесь мы можем ожидать на какую-то эмоцию и реакцию? Думаю, что ожидать-то мы можем. Кто же нас этого права решает? Но вопрос, насколько это будет реализовано, насколько это будет заметно. 200 человек на всю Россию. Но это только первый список. Это пока первый список. Но сколько в этом списке может оказаться? 2000. Предположим. Три? Хорошо. А если жены мобилизованных и родственники, если подтянутся и другие, которые выступают на самом деле против войны, а не только, верните, наших мальчиков, неужели нет какого-то такого снежного кома, который может нарастать и вместе во что-то вылиться? Может быть и появится, мы все этого ждем и хотим. Вопрос только в том, что пока он не появляется, потому что жесточайшие идут репрессии, каждое утро начинаются с арестов, с обысков, с посадок, с задержаний, с избиений, начинаются с новых уголовных дел, розысков, объявлений в розыск. Ведь каждый день в России вот эта репрессивная машина выдает на гора свой результат чудовищный. поэтому огромная армия помогает купировать эти процессы. Огромная армия жандармов, сатрапов помогает эти процессы погасить, подавить, ликвидировать. Тут мы должны с вами четко понимать, в концлагере очень трудно поднять восстание, потому что кругом вышки, собаки, автоматчики, пулеметчики. Поэтому да, бывает иногда восстание в концлагере, но это все-таки исключение из правил. Это, как правило, сопровождается какой-то определенной ситуацией резкого ослабления самой охраны или самих властей тюремных. Пока этого не произошло. Так что мы с вами, конечно, можем это ожидать и надеемся на это и думаем, что это будут факторы дестабилизирующие в общей ситуации. Но пока, как мы видим с вами, только нет. Есть такой бунт на полуколене, когда, так сказать, когда там отдайте на наших мужей, пусть они теперь отдохнут. Может быть, потом они пойдут снова, но не сейчас. То есть, это даже не бунт, это просто требование каких-то привилегий, ну, не привилегий, а какой-то справедливости к себе самим. Они не требуют не прекратить войну, они не требуют прекратить убивать людей, они не требуют там ничего, они просто требуют, чтобы мужья, которые отработали свой срок, получили деньги, могли бы вернуться в семь. То есть, это не совсем бунт против власти, поэтому власти спокойно к этому относятся, пытаются купировать этот вопрос, даже не применяют жесткач какой-то, пока, во всяком случае. Так что, очень сложно будет объединить противников войны с участниками войны, вот как вы говорите, противники войны, объединиться с женами, матерями, людей, которые участвуют в этой войне, совершают военные преступления, является с точки зрения и международного любого другого права военным преступникам, пособникам военных преступлений, как минимум. Ну, не знаю, пока это все из области наших ожиданий и пожеланий. А есть версия, Геннадий Владимирович, что мы слишком критичны к этим родственникам мобилизованных, что, мол, на самом деле они не выходят с позицией против войны, потому что тогда бы вообще их запретили бы сразу, и они на самом деле, по крайней мере, часть из них осознают, что война кровавая просто молчит, дабы их не купировали вот на самом исходе, хотя, в принципе, все равно так и происходит. А может и среди них есть уже понимание сознания, или это тщетные надежды таких экспертов? Нет, нет, сознание и понимание, это и есть, и о какой-то части, только они боятся это обозначить, свое сознание и понимание, потому что их лишат денег. А все-таки не надо забывать, что их мужья зарабатывают сегодня своим этим кровавым трудом хорошие по российским меркам деньги каждый месяц. И семья решает многие-многие-многие проблемы за счет этих денег. И в экономике вот оживление определенное происходит в том числе из-за того, что впервые нищие слои стали получать деньги. до этого эти нищие слои сидели без денег. А сейчас они стали получать эти деньги, они несут их на рынок, они ремонтируют свои квартиры, покупают дома, берут ипотеку, или там, может, не ипотеку берут, но там что-то делают, мебель покупают, машины, детям, одежду, обувь и так далее. То есть, они идут на рынок, оживляя экономику. Сейчас такое временное оживление, оно нездоровый характер носит, потому что оно за счет этого военного ВВП, который производится ради его уничтожения, ради его исчезновения. Тем не менее, такое временное оживление в экономике идет, и даже есть рост, понятно, что это рост такой, который в танках, пушках, в боеприпасах, которые тут же исчезают, но тем не менее. Поэтому вот там много факторов, которые сейчас работают и на Путина, в том числе, и на войну. Так что мы не должны здесь быть с вами слепыми идеалистами, которые не замечают и тех факторов, которые режим пока усиливает, или, по крайней мере, дают им возможность управлять стороной. Боятся они реакции армии, когда отправляют в местные штурмы бесконечные под Авдеевкой и не только лишь на этом направлении, и отказывается уже пехота во многом. И понимают, там есть заградотряды, они их могут и напугать, и расстрелять, и в ямы посадить просто при линии фронта. Но, тем не менее, а вот этого они не боятся, что таких людей, которые будут отказываться идти выступать пушечным мясом для Путина, будет больше, они развернутся и пойдут против него? Ну, видимо, они этого боятся, но они не чувствуют, что это может быть. Понимаете, давайте так, по-честному, они думают, что это только российский народ, любой народ. Он, будучи в гнетенном состоянии, выходит только на очень сильные эмоции. Вот что-то делает. И, не знаю, видимо, вот эта обида оказалась более эмоционально острой, нежели даже вот смерть штурмовых отрядов. Объяснить по-другому я никак не могу. Видимо, пока еще нет того эмоционального накала, еще нет в армии той усталости, которая там наблюдалась, например, в окопах в 17-м году. Война началась в 14-м, да, мы там, армия уже устала, и вот к этому времени там работа внутри армии и понимание бессмысленности этой войны первой мировой привело к тому, что там страны начали терять армию. Пока это еще вроде бы не происходит. Мне трудно сказать. Я, конечно, это могу, так сказать, издалека там чувствовать эту ситуацию надо. Но должна, по идее, докладывать там контрразведка, должны докладывать командиры о состоянии армии, насколько она там еще способна терпеть. Вот, пока мы не знаем этого. Я так понимаю, что такой острый пока реакция еще нет. Для переизбрания Путина на пятый срок власти РФ готовятся задействовать до 38 миллионов именно электронных голосов россиян. Я так полагаю, что как бы эти электронные голоса не голосовали, это все будет 38 миллионов точно за Путина, да? Для того такое делается? Конечно. Я думаю, что давно уже все вытверждены разнарядки, какие цифры должны показать избирком, недаром сделаны электронные голосования, недаром оно растянуто на много дней, недаром идет жесточайшая зачистка избирательной поляны, избирательного поля России. Конечно, все это очевидное приготовление к единственному результату, который называется фальсификация. Вот вместо выборов сейчас в России будет фальсификация этих выборов. И поэтому тут даже церемониться не нужно. Наша задача объединенная, объединить веселье в том, чтобы склонить мир к принадлежению непризнания этих выборов, непризнания Путина в качестве легитимного руководителя государства. Ключевая задача на текущий момент вообще стратегия непризнания выборов, непризнания итогов, непризнания власти Кремля. Вот это будет правильный результат, правильная реакция мира на то, что происходит с подобными тираниями. Раз они не могут, тирании не могут быть легитимны, они априори не могут быть легитимны, тирании. Вот надо к этому относиться именно так. И поэтому, когда там начинает на Запад ловчить и юлить с рядом тирании, типа они вроде ничего, это сукин сын, конечно, но это наш сукин сын, да? Никаких наших сукиных сынов в странах тирании не существует. Это глобальная ошибка, это глобальные заблуждения. Они все сукины дети. И с ними именно вот так и надо обращаться, и к ним так надо относиться. Может быть, не означает, что это немедленно начинать какие-то силовые действия против них. Но план ликвидации тирании, победы демократических сил, для каждой страны, где этого еще нет, должен быть. Но почему мне кажется, что это будет очень тяжелым процессом переубедить, мотивировать, не признавать Путина легитимным? Тяжелым. Конечно, да. Да, безусловно. Потому что вот здесь вот мы с вами и вот здесь мы с вами как раз получим тот момент истины. А готовы с Путиным западно разговаривать? А готовы признавать в качестве гипотетического, даже теоретического партнера? Или нет? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, дорогие товарищи демократы, оплот цивилизации, мирового, исторического и технического, научного и прочего развития. Расскажите, пожалуйста, что вы решили сделать с тираниями в мире. Дружить с ними, поддерживать, ждать, когда там какой-то тиран загнется естественной смерти, они сейчас все живут по 90, по 100 лет. Или чего вы будете делать? Как вам цена вот этих сотен тысяч жизней, унесенных этим тираном, это пока сотен тысяч жизней. А если, не дай бог, чего, там сотни миллионов жизней на кону будут. Поэтому вот будет момент истины. А демократии есть, вот эти вот тем, то, чего в России не хватает, там очереди образовались, я имею в виду яйца. Есть в демократии яйца или нет их? Есть политическая воля или она отсутствует? Есть решимость, скажем так, помогать человечеству освободиться от угнетающих их тиранов, захвативших политическую младь в своих странах и территориях или нет? Или мы стенку будем ставить? Будем думать, что за этой стенкой все хорошо? Нас это не колышет. А потом что-то из-за этой стенки появится очень ужасное. Когда мы не сможем остановить его, это ужасное процесс, явление, разрушающий весь мир. Поэтому будет момент истины. что-то. И я думаю, что этот план очень должен быть общим нашим. Потому что все здравые силы, прогрессивные, все люди, понимающие, что поражение демократии приведет к необратимым, тяжелейшим последствиям для всего мира, мы должны объединиться в этом простом, одновременно очень сложном усилии в этой стратегии, концепции непризнания итогов выборов России. А другого варианта? Нет, я не вижу другого варианта. Расскажите мне, какой может еще быть вариант, когда вот эта фальсификация и узаконение власти тирана принимает вот эти формы и фарса, и одновременно преступления. Это же преступные выборы. Война идет. Людей заставляют на оккупированных территориях голосовать, фальсифицировать их голоса подделывают, издеваются, измываются. И мы чего-то знаем это все? По дулам автомата гонят на... Можно даже не по дулам автомата, есть много других способов, неважно. Важно, что эти выборы не являются честными, неоккурентными, неравными, несправедливыми. Еще что-то мы можем признавать человека, который, так сказать, заранее еще выборы начинали, все же было понятно, с каким результатом он выиграл. И мы там сделаем вид, что все нормально, что мы его признаем, что он там рулит страной, что он является субъектом международного права. к кому мы хотим набрать, к кому мы хотим обмануть. Вот так и надо ставить вопрос жестко. Другому же нельзя. А зачистки избирательной поляны идет она более чем успешно, всеми темпами. И тут я подумала, а почему Путин одинаково боится и Дунцову, которая, ну, по крайней мере, позиционирует себя с антивоенной тематикой, и Стрелкова-Гиркина, который и так в тюрьме, и как раз наоборот представляет вот эти 10-15 процентов электорального сегмента, который говорит, что война должна быть еще кровавей, жестче, больше, додавить и украинцев. А что такое? Или он просто кто бы ни был защищает, вот там себе выбрал двоих-троих, да и все? Ну, тут очень ответ простой. При диктатурах, при тирании их не может быть никакой конкурентной политической борьбы, с каких бы позиций она ни велась. С позиции ужесточения, с позиции смягчения, с позиции отрицания и так далее. За отрицание сразу наказание идет. А за более жесткие позиции они просто мешают. Власть узурпирована не для того, чтобы ей с кем-то делиться. Вот это надо понять одно. Она узурпирована не для того, чтобы там была политическая борьба. Она узурпирована для того, чтобы никто не смел. Вот и все. И все, что там будет зарегистрировано, если будет зарегистрировано, будет представлять из себя клоуна. это самое маленькое самое маленькое что там будет это клуб надо с людьми которые там просто будут назначены соперниками вот и все даже не спарринг-партнеры боксер который ведет бой со спарринг-партнером он работает против профессионала может быть заранее слабее его но тем не менее а мы здесь вообще избиение младенца называется да еще путем фальсификации власть захватывается не для того чтобы ею делиться если организовать политическую борьбу власть захватывается для того чтобы безгранично править грабить угнетать и никому никого не пускать близко вот и все геннадий владимирович спасибо вам большое за сегодняшний разговор и за здравые реалистические оценки благодарю вас до новых встреч